всем здорово ну чё сегодня меня днюха и мы и мы приехали на в днк вначале поесть всякие вкусняшка а потом пойдем побьем кофе я уже нашел хорошую копейню и в таком темпе приблизительный день поведен все чё гримович кофе божественно чуть-чуть перегрел но скорее всего они специально делают такую погоду наш ноги просят а так вообще не прям ништяк сморо там у них куча премий всяких туги с от яндекса но в общем не зря сейчас идем пешком дорогу ничего приперлись поели кофе попили на улице холодно капец хочет туда я не хочу туда идем смотреть чё там это у них рима там народу короче дать новая канад которая вокруг в днк и как она там сделана и там что-то капец народу я смотрю капец короче тут наверху люди внизу люди походу это все очень-очень долго сколько стоит непонятно а вот можно посмотреть здесь наверно нет тут общая какая-то информация 9 минут вот такие дела на посадку робокассы тут такая фиговина стоит я не знаю я не хочу очереди стоять в такой холод тут вот карта это парк аттракционов орион а ну то типа аттракционы же еще открыли всякие какие-то разные дом страхов вот туда бы я сходил круговая кинопанорама тоже классно если она как советская то она классная аэротакси бла-бла-бла в общем не знаю очень все долго вот так выглядят вагончики как фильме гостя из будущего если вы помните прям очень похожих но нам по этому подобию делали забавно конечно говорит человек я не знаю почему я туда хочу по идее не должен хотеть но привыкаю на лет сейчас вот площадку такую залезли как всегда день рождения у меня на праздник у детей ну ладно все я люблю их поэтому для меня подарок то что дети радостно и участвуют чуть я залип на чего-то забыл подснять вам аттракционы но там сколько их два ну ладно такие оригинальные других парках такие не видят сейчас я так понимаю может почти дошли до этой панорамы я очень надеюсь что там хотя бы не будет очереди что он в принципе работает вот а дом ужасов чет я не могу найти в общем шумно здесь ну вот собственно сама панорама здание осталось той же сохранности что и было сейчас посмотрим работает ли там чё-то вот там тоже стоят вроде билетные кассы значит должно работать интересно чё там еще за фильм и где-то здесь дом страхов вот этот он тоже рядом там указатель я нашел я немножечко перепередумал идти в панораму тут просто такой ценник и чтобы просто смотреть фильм на экране я лучше в кино скажу давайте посмотрим сколько стоит дом страхов до свидания всего хорошего увидимся не скажу что я прям хотел можно было бы если бы это было я не знаю ну например дом страха максимум 800 рублей это не факт что это действительно там что-то было страшно но это капец конечно главное а вот переди вижу дом страха главное поесть вкусненькие бурсаки а я кстати уже снимал небольшой влог про в днх как мы их ели как мы тут гуляли ходили еще на выставку лесная вот так и не выложил может быть когда-нибудь выложу вот поэтому очень вкусняшные штучки здесь есть павильоне казахстан обязательно зайдем туда и что еще на музейчик какой-то наверняка здесь есть это что динозавриум динозавриум а вот там вот дом страхов какой-то ну и колесо вот это соответственно союзмульт парк мы тоже заходили в прошлый раз я не помню чё там а там какие-то эти как же это называется типа мультимедиа выставки что-то такое вот но детям вроде зашло вот здесь что такое прикольное сделали а это тоже к дому страху относится что ли а то есть дом страхов блин выглядит классно снаружи конечно прям классно не хочу и детям нельзя даже дорого я почитаю что там по легенде за теме павильона карте ориона бла-бла-бла заточили один из домов 517 страхи выросли свободу команду смутчиков в страшном доме так это а тематический аттракцион построен с очень физическая и виртуальная а я понял я понял я понял это короче типа квест комнаты вот такие есть это вот такое не совсем аттракцион забавно специально оборудование 50 килограмм и арт старше 12 лет блин я не знаю но прикольно ли они 25-30 минут сеанс это чтоб совсем обосраться и могу ручить хочу или нет тут еще по времени получается так сегодня суббота с 10 до 23 и 25-30 минут каждый сеанс соответственно дождать а но это лишь это как квест-комната это не как музей а вот один из убийц ходит как раз но в итоге все-таки жена купила мне билетик хочет так избавиться матча спрашивал надеюсь у него становится там сердце что ты мне все показываешь нет потом туда пойдете когда я это пойду бояться я пойду бояться вы пойдете развлекаться вот посмотрим что там блин конечно было прикольно если там можно было снимать я бы тогда че-нибудь подснял бы хотя с другой стороны мне на не до этого там будет там скорее всего придется сражаться с призраками какими-то вам какое-то оружие дает что-то типа того план потом все расскажу макс дороге уйди слушайте ну я не могу это не сказать по хорошей оба днх при собянине черт возьми классно здесь здесь очень много от советского сделали прямо от вернули где-то даже молочка доиграет не хватает по а вот белла свернули тоже я прошлый раз его снимал но вам не показал белла с машины около павильона беларусь вот ну и в принципе конечно тут по-прежнему чё-то все делается но очень большая территория могут как сделать все полностью но все равно классно классное место стал картинг жалко я всегда гонял на этом картодроме который был у входа с левой стороны картодром назывался формула-1 конечно там асфальт был убитый машины еще убитие ну блин не знаю вообще нравилось это на там гонял вот сейчас его нет сейчас там канатка аттракционы но тем не менее все равно здесь класс я чё вспомнил смп же хотели музей автоспорта открыть или что-то около того здесь рядышком может быть он уже открытая не в теме нет он реста как раз сейчас идет реставрация стройка этого павильона красненький обитый не знаю по прежнему осталось ли это идея или нет но буду надеяться что да потому что было бы прикольно что-нибудь еда такая что здесь открыли здесь проводилась выставка россии в итоге павильон этот начали использовать я понял я просто не был на этой выставке вот буран у нас по-прежнему здесь стоит ну печально печально ладно идем а или я путаю или это не этот павильон нет по-моему этот да да точно этот здесь кстати для олдов кто занимался занимается картингом или занимался здесь раньше был картодром gt картинг а тут на просто как реклама ну значит делается реставрация вот и короче это картодром более-менее был на покрытие они решили использовать старую советскую плитку и ехать было вообще не прикольно было скользко вот странно мне казалось что вы красиво уже закрылась по моему только на youtube канале говорил но она вроде бы еще открыт казахстан туда по моему да туда мы сейчас перейдем ну тут собственно как обычно куплен космос самолет ракета вертолет вот здесь должны быть какие-то музеи поэтому сейчас посмотрим тут прям какие-то звуки кого-то летит кто-то на вертолете посмотрим осталось ли что-то в павильоне транспорт ссср просрали павильон закрыт на монтаж новые выставки так что не сегодня посмотрим чё в павильоне космос может быть там что-то есть чё только с этим самолетом не делали раскрашивали в разные цвета и внутри делали какую-то и выставку и детскую комнату если дети там прыгали бегали сейчас он просто стоит я так понимаю ну как раньше а хотя раньше по можно было внутрь зайти в кабину пилота насколько я помню я плохо помню маленький был по моему можно было так вот выход нет но это да и я не советское время там прям самолет был там ряды и все вот так ну чё-то открытый возможно даже бесплатно сейчас посмотрим ну что похорошил в днх при собянине но не похорошили цены 700 рублей за билет чтобы посмотреть на несколько каких-то ракет там или что-то около того проще сходить музей космонавтики в два раза дешевле и экспозиции больше вообще ни о чем идем есть в аурсаки и грецы не придумали даже в вертолетом фишку полет кабине вместе с пилотом ну видимо там какой-то этот фильм 3d показывает что выйти полетите отсюда и звуки взрослые 900 детский 700 потому что нет можно посмотреть на то что это того не стоит ну типа ты не значит что я не могу купить этот билет это значит что нахер он не нужен за такую сумму собственно вот тут и типа ярмарки да иностранцы которые никогда не видели как вертолете да почему россиянин так собственно происходит съемка контента на youtube youtube века и так далее и параллельно вам так ютюбчик пока еще живой вот снимаем и вот такой а касса который меня на башке во время гонки так не когда мы уже дойдем до казахстана пешком для казахстана вот он красивый павильон казахстан сейчас прям туда вот барашки порезаны вон ресторан там как раз вкусненькие вкусненькие в усаде так а вот все идем сюда все сейчас закажем покажу все заказали 20 штучек и дорогой чай за 190 рублей как это так как это так как это так я забыла про игрушку она у меня так лежала он дай игрушку в общем ждем есть ощущение что дождемся ну вот они вот она эта прелесть так давайте первый попер это яблоко они тут раз были хрустящие а сейчас прям нежные капец ощущение что могу их съесть все что там у нас чай по-казахски с молоком ну такое чай с молоком все погнали ням 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 так крутим колесо чё саша выпадет так 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 ну конечно жрать что же мы еще может выпасть еда вот какая-то бешпармака походу давай макс надеюсь мне выпадет мое любимое но вы понимаете о чем я не совсем так 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 что за что где когда почему так долго но у максу кони выпали ну-ка я хочу вот эти горяченькие дымящиеся балусаки нет они не выпали вы палалай в общем вот такой павильончик симпатичный у Казахстана вот этот аллок нравится вот но мы туда не пойдем скоро уже дом ужасов прогуляться еще ну что я облился ну в итоге из 20 бурсаков ну блин я штук 12 точно сел остальные по чуть-чуть едят он мне прям заходит вот в общем папа мне выпало то что ты хотел в общем похоже на наши русские советские пончики только несколько раз круче. Не знаю, не могу объяснить, это надо пробовать. Вот. Сейчас надо где-то водички купить, побить, а то там только газированная. А вот эта мелочь хочет не газированная. Вот. Поэтому ищем воду. И гуляем дальше. Ну что, настало время дома страхов. Сейчас уже буквально через несколько минут пойду туда. Хотелось бы что-нибудь подснять, но, во-первых, скорее всего нельзя. Во-вторых, мне будет не до этого. Ну и на самом деле не особо хочется там снимать, хочется расслабиться. Звучит расслабиться в доме страхов. Ранимнуться полностью. Да. Поэтому впечатление, когда выйду, все расскажу. Ожидаю свой сеанс. Ну, кстати, у них там написано 25-30 минут сеанс. На билете написано 15 минут. Какая-то керня получается. Ну, посмотрим. Страшно. Хотя... Нет, это все-таки не так страшно. Потому что со мной была маленькая девочка. Я не знаю, лет 11-12. А, вот. А, не могло быть 11, там, с 12 лет. Да, я, наверное, 12, может, 13. Ну вот. Она как бы не сильно боялась. Но это прикольно. Очень тематически все сделано. Как в Диснейленде. Вот это все прям продумали. Вот. Несколько комнат. Там всякие звуки, шумы, скримеры. Дергаются ручки дверей неожиданно. Там в зеркале что-то появляется. Это было прикольно. Вот в самом начале нагнетали, выключили свет, и ничего не происходило. Вот это был, наверное, самый такой напряженный момент. А потом ты заходишь... А, неожиданно открывается дверь. Там сотрудник. Он одевает вас 3D-очки, наушники, ранец. Дает тебе джойстик, ну, в плане стрелять во всяких зомбарей. И ты начинаешь передвигаться. Там тоже все рассчитано, там, комнатки. Вот. Ты передвигаешься, начинаешь... Да, в итоге выходишь на балкон, начинаешь сражаться с какими-то зомбаками. Вот. Потом балкон падает. Это тоже у них все продумано. Там такое пружинистое что-то, на чем ты стоишь. Вот. Это прикольно. Не скажу, что прям страшно, но прикольно. Вот. Единственный минус. Хотелось бы чуть-чуть побольше, может быть, еще минут на 10. Потому что, ну, блин, вот очень быстро мы вышли. Я не знаю, я немного потерялся во времени, сколько там прошло. Но мне кажется, как раз минут 15 прошло. Это точно не больше. Что очень быстро все прошли. Вот. А так прикольно, конечно, да. Руки немного устали отстреливаться. И еще пару раз чуть не звезданул ее по спине. Потому что она впереди пошла. А вот. В конце кричал ей, чтобы она шла в портал. Она стояла и никуда не двигалась. Вот. Портал. Это уже был финиш нашего мероприятия, так сказать. Ну, в общем, я не знаю, пробовать вам или не пробовать. Мне понравилось. Да. Однозначно лайк. Мало. Не так вкусно, как хотелось. Но неплохо. Ну, в общем, все. Не знаю, что будет видно. Потому что я на экране не вижу нифига. Все-таки. Это не та камера, которую я обычно снимаю. Вот. Наверное, влог будет маленький, скорее всего. Но подсчетно. Все. Ладно. Давайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok